Я обещала, что будет большой гостевой эфир, он и наступил, и Игорь Семенов тоже легенда, музыкальная легенда, человек, человечище, присутствие группы, все, конечно, помнят, пришел к нам в студию. Ну, я очень рада тебя видеть, и мы долго все переносили эфир, потому что то гости, то еще что-то, то ты уезжал, то ты приезжал, значит, Франция, Петербург, еще как-то между странами ты тоже все время путешествуешь. Ну, я уже решила просто своей волей сегодня, думаю, предпраздничный день с наступающим, кстати, тебя. Спасибо, да. Да, и я подумала, что, ну, надо уже делать, потому что сколько тянуть, и все-таки вот делаем, и правильно делаем. Давай сразу к теме, сразу к делу. Ты тот человек, который затеял такую машину запустить, как говорится, масштабную, фестивальную, и я знаю, что ты фестивалями вообще очень много занимаешься, тебе это интересно. Почему, во-первых, интересует фестивальная составляющая, во-вторых, какой новый фестиваль ты придумал, делаешь уже всюду. Спасибо, рассказываешь о Radio Imagine тоже, о нас, что мы есть такие, что мы всячески поддерживаем. Вот давай все подробности. Ну, во-первых, всем добрый вечер, всех мужчин, как бы хочу поздравить с наступающим праздником, часть женщин тоже, скажем, медиков, и часть есть военных, женщин всех поздравляю с праздником, с наступающим. Самое главное, это нам всем мира, это самое главное, что нас может просто поддержать в этом мире. Что касается фестивалей и почему, как бы хочется сделать такой вот большой форум, ну, для меня фестиваль – это в первую очередь общение, это встречи друзей, людей, то есть это громадная эмоция, которая потом распространяется с невероятной силой просто по всему миру. То есть это та положительная эмоция, которая просто отдается потом людям, то есть благодарность за то, что они приходят на эти мероприятия, как бы смотрят на любимых своих кумиров и так далее. Ну, что касается нового фестиваля, он немножечко, скажем так, грустного направления, но, тем не менее, это наши все друзья, к сожалению, которые покинули этот мир. Это фестиваль памяти рок-музыкантов. Я долгое время занимался научными работами и как-то так на 20 лет выпал из музыкального движения, и тут случайно где-то в 2014 году, заехав в Петербург, я просто с ужасом узнал, какое количество моих друзей просто покинули этот мир. И я, честно говоря, сильно задумался вообще о том... О бренности существования или о чем? Ну, вообще... Или о том, что многие из них не состоялись, как должны были бы, или вот что пришлось, какие мысли посетили? Нет, мне очень хотелось просто... У меня есть даже песня такая «Лица друзей», и она там с 95-го года. Да, знаменитая песня. Вот, и в ней как раз поется о том, что хочется встретить их всех, хочется встретиться вновь. Вот, наверное, вот это вот желание встретиться, да, вот даже вот как-то внутреннее... Но только здесь, а не там. Естественно, то есть внутреннее, то есть как бы коснуться вот этого состояния нашей общей дружбы. То есть, конечно, очень хочется, чтобы люди как-то объединились вокруг этой идеи, потому что она не праздная. То есть мы все, наверное, когда-то там уйдем отсюда, вот. Вот, но самое главное – это память. Вот, память, наша память о тех людях, которые вдохновили нас на большие вообще наши мысли какие-то, на какие-то музыкальные, творческие идеи. То есть это люди, которые... Ну, я с ними рос, то есть я первый раз на сцену вылез в 72-м году и наблюдал, как многие люди просто у меня на глазах, из тех людей, которые вдохновляли всех, там, Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин и Моррисон, там, масса людей и... Ну, все, то есть вот эти вот люди, они когда начали, там, от зависимости, там, от некоторой умирать... Да, 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 и... То есть это было очень сложно мне переживать. Ну, наверное, может быть, это вот с того времени как-то так накапливалось, накапливалось, и в итоге это пришло к какому-то определенному знаменателю этого фестиваля. Получается, что это будет фестиваль, где будут вспоминать музыкантов ушедших, и при этом это не обязательно должны быть звезды, ну, во всероссийском понимании этого слова. Ну, конечно, да. То есть это просто хорошие музыканты, профессиональные ребята, люди, мастера, которые трудились в той или иной группе, ну, я не знаю, ну, вот Дюшу Романову я сразу вспоминаю. Дюшу Романову, нет, ну, для меня, да, и Коля Корзинин, скажем, один из вообще, там, пионеров нашего рок-н-ролла вообще России. Вот, на самом деле будет очень много специальных гостей, то есть я не буду сейчас открывать все имена. Общая направленность фестиваля будет такая немножко пасмурная или нет? Нет, нет. А как? Как будет строиться тематика? Вообще для меня, вообще для любого артиста аплодисменты, вот, очень показательный момент был, когда прощались с Ромой Тростенбергом около Дома радио, там, и когда выносили, как бы, гроб, все просто аплодировали. Ну, это, наверное, это вообще, это, как сказать, традиция, да. Вот, это, для меня, то есть, это не травмная церемония, для меня это праздник, то есть праздник, который мы создаем вот ради этих людей, которые нас вдохновляли просто. Группы, которые будут выступать, артисты, которые будут выступать, которые заявлены, они будут играть какую музыку? Вот этих ребят, этих людей или нет? Ну, кое-что, если кто-то захочет, это, да. То есть это не обязательно? Не обязательно, да, то есть мы решили… Это не трибютная история. Нет, мы решили сделать даже такой, скажем, международный, скажем, фестиваль. А кто в качестве международного? Ну, из Риги будет группа «Цемент», вот, и в Беларуси будет группа «Нейродюбель». Хорошая группа. Ну, да, то есть, как бы, ну, мы, вот, просто заявок очень много, то есть я всем благодарен, кто отозвался на эту идею, там, и с Мурманской, и с Сибири очень много ребят. То есть со всей страной. Кто-то скажет, например. Нет, это совершенно такой нормальный фестиваль, и если кому-то захочется переосмыслить, как говорится, и то творчество, пожалуйста, это открыто, да, тем более, что оно всё равно сейчас прозвучит иначе. Конечно. Ну, условно говоря, как дюши романов уже спеть не получится. Конечно. Получится по-своему ту же группу «Трилистник» интерпретировать, но в то же время можно и подойти близко. То есть это такая штука, когда можно вот войти в эту структуру и как-то пожить в этом, и как-то поинтересоваться этим. Конечно, нет, ну вот на самом деле… Но ты это делаешь всё равно для себя, смотри, какой ты молодец. Потому что очень часто говорят, мы это делаем во имя каких-то там таких целей, и таких целей тоже есть, и они тоже… Но ты всё равно это делаешь для себя. Конечно, нет, на самом деле я вот сейчас каждый день в Фейсбуке, ВКонтакте, то есть вспоминаю вот этих людей, да, там Саша Башлачёв недавно, Егор Летов, то есть всё как-то вот подряд. Потом Гарри Мур 4-го тут февраля, то есть февраль вообще такой… То есть там не только русским, это вообще память всем. Это всё, да, всех музыкантов 25-го, день рождения Джорджа Харрисона, то есть это люди, которые нам дали столько… То есть мы все питаемся этим, то есть мы в своё время как губки впитывали, это впитывали, и в итоге у нас появилось что-то своё. То есть если раньше, например, там в 70-х годах вообще с русской музыкой было очень тяжело, то есть были какие-то несколько групп, которые как-то осмеливались начинать играть нашу музыку, то потом в 80-х годах уже как-то всё это немножко по-другому повернулось. Скажи… Появилась своя какая-то. Да, вот своя. А для тебя русский рок, он вообще существует как такая, знаешь, совершенно вот своя действительно субстанция? Или он всё равно вторичен, заимствован, ещё как-то очень много спорит на эти… Нет, у него совершенно своя судьба. Я всегда называла это музыкально-литературным направлением, знаешь, как Серебряный век, только с музыкой. Ну, возможно, но для меня вообще это вообще отдельная история, потому что у нас другая культура, мы вообще совершенно разные, вообще другие. Для всего мира мы вообще такая очень большая загадка. Люди просто с непредсказуемым прошлым и вообще непредсказуемым будущим, то есть мы вообще как бы живём… Это ты во Франции почувствовал? Французы же нам близкают эстетикой наоборот. Ну, в году нет, почувствовал это в Узбекистане, когда я просто за один день, читая книжку «Сатурн почти не виден», прочитал, ну, просто одну фразу там одного подводника, который сказал, как хочется домой. Я просто сел в самолёт и улетел. То есть для меня это было вот как бы такое откровение. А потом во Франции я уже там собирался домик себе купить, там всё уже шло к тому, что я просто осяду где-то в Голландии там. Вот. И тоже наслушался Владимира Семёновича Высоцкого. И в итоге просто собрался, разорвал контракт, да, и уехал. Не то, что потянуло на родину. То есть у меня там было много друзей. Получается, выбросило на родину. Да, ну, там вот много друзей, которые вот дружили с Владимиром Семёновичем, то есть как бы они были на концертах, мы там знакомились, там в русских церквях, вот, и общались там с старыми эсэрами. Ну, вот, и вот это вот, наверное, вот всё это меня вытолкнуло обратно в Россию. Одна фраза Высоцкого, если мы все уедем, кто будет вообще защищать Россию, там, восстанавливать вот это вот всё. Для меня это было всё. То есть я просто взорвался изнутри и отвалил оттуда навсегда. Вернёмся в студию, продолжим беседу через некоторое время. И пока у нас новинка от Криса Нормана. Криса Нормана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Криса Нормана. Субтитры сделал DimaTorzok Криса Нормана. Игорь Семёнов Субтитры сделал DimaTorzok о том, что в его жизни происходит. Вот давай теперь вторую часть. Фестиваль понятно, об этом будем говорить ещё подробнее, пока идёт подготовка. И что касается твоей личной музыкальной какой-то составляющей, совсем ли ты забросил, не совсем ли ты теперь классик, ты просто вот вспоминая это или что-то делая, вот что у тебя сейчас в жизни происходит? Ну, на самом деле я вот в прошлом году, то есть у нас с тобой как-то был там эфир какой-то. Да, я помню. В прошлом году, 17 января я выпустил после 20-летнего перерыва альбом, он называется «Навсегда». Так он неожиданно появился, там меня ребёнок затащил на фестиваль «Малый Ярославец-2014», но с этой вот темой всё пошло, в итоге за 2014 год мне пришлось там быстренько осваивать гитару, потому что все гитаристы от меня далеко, затащить ко мне их там сложно, пришлось там что-то самому ваять. В итоге вот так вот появился альбом, 13 песен, в принципе, так по отзывам очень даже не скажешь, что 20 лет там ничего не делалось. Вот, ну, если тот альбом был такой неожиданным, как бы и для меня в принципе, то уже вот год спустя, в тот же 17 января, в тот же день, в этом году, мы сделали презентацию на своём сайте нового альбома, называется «Мои танцы». Вот, но они отличаются, эти альбомы, если тот альбом, в принципе, такой более разнообразный, он не такой жёсткий, скажем так, он хороший такой, скажем так, с большей положительной эмоцией, вот, то новый альбом, он жёстковат и в текстах, и в музыке, вот, ну, это моё настроение, это моё как-то тоже одно из моих составляющих моего внутреннего мира, и мне хотелось как-то поделиться, всё в итоге разрешается в такой мажор положительный, ну, начало, конечно, такое, ну, в принципе, очень мне нравится, в общем, возвращаться обратно, может быть, концертов сейчас не так много, но, надеюсь, что в этом году мы по фестивалям, потому что есть приглашение уже. Завод, да? Помнят? Завод, да, ну, музыканты хорошие у меня, у меня Паша Борисов играет, он, вот, это, экс-ДДТ, да, и разные люди, и много массы всяких проектов, Марк Бамштейн, это Джунгли, да, вот, Костя Караник, гитарист, и барабанщик Юра Щербаков с присутствием, так что, я думаю, что с такими музыкантами почему не играть? Я желаю тебе счастья, удачи, и приходи ещё раз поздравлять вас с наступающим праздником. Спасибо, Женя, и всех ещё тоже, ещё один раз, поздравляю всех с праздником, всем мира. Пока, удачи. Субтитры подогнал «Симон»